Вы слушаете канал жааш.клаб, Орел, город храмов и церквей. Орел, это город храмов и церквей, расположенный в 360 километрах от Москвы. Всего в Орле их можно насчитать около 20, и почти все они стоят в центре города. В любой момент можно поднять голову и ты обязательно увидишь несколько куполов ближайшего храма. Нет в городе такого места, откуда не было бы их видно. В городе два монастыря – Успенский мужской монастырь и Веденский женский. Постройки Успенского монастыря были полностью разрушены, и до наших дней сохранилась только Троицкая церковь-усыпальница. Женский же монастырь, который находится на левом берегу Оки, пустовал около 60 лет. Сейчас там хранится Балыкинская икона Божьей Матери, которую верующие почитают как чудотворную. Главный собор Орла – собор Михаила Архангела, который расположен почти в центре города на пересечении крупных улиц. Его несложно обнаружить и отличить от других по оригинальной геометрии купола, он имеет большой диаметр и расписан иконами. Иверская церковь находится недалеко от вокзала. Она имеет характерное расположение куполов, один большой посередине окружен четырьмя маленькими по бокам. Это довольно типичная церковь, примерно такую же архитектуру можно найти практически в любом русском городе. Тем не менее, храмы и церкви Орла радуют своим разнообразием. Например, Смоленский собор, который построен из красного кирпича и имеет позолоченные купола. Или Никола-Песковская церковь с колокольней, которая находится на берегу Оки. Далее по дороге от Оки к центру встречается Ахтырская, Никитская, церковь с пристроенной к ней колокольней. Если сама церковь построена в классическом стиле, то в архитектуре колокольней читаются черты барокко и классицизма, а вместе они, церковь и пристройка, смотрятся очень необычно и гармонично. От Ахтырской церкви недалеко до женского монастыря. Это довольно скромная постройка из белого камня с вытянутым шпилем. Но больше всего удивляет Воскресенская церковь. Это редкий пример двуглавой русской церкви, а представляет собой церковь весьма небольшого размера прямоугольный каменный домик. Продолжение истории читайте на сайте sgh.club Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова